Лучше избежать массового скопления людей. Людей, детей, конечно же, потому что сейчас открыты лагеря у нас, все открыто, проводятся соревнования уже разрешены. А если все-таки проводить, то желательно, конечно, дистанцию, чтобы была соблюдена хотя бы эти полтора метра, может быть, даже чуть подальше. Прививаться. Я привился. Два раза. И маску носить. Нормативы уже давно прописаны, надо им следовать. Надо быть закону послушным и оставаться человеком при этом. Привиться. Я за прививки. Потому что наш иммунитет, наше здоровье. Это профилактика, это снижение осложнений. Если у нас больше процентов населения привьется, будет меньше заболевших с тяжелыми последствиями, тогда, я думаю, потихоньку-потихоньку все-таки мы выйдем с этого. Ну, я думаю, что, наверное, нужно прививаться и как-то соблюдать меры. И поменьше в скоплениях людей находиться всем. Масочный режим, ну, хорошая вещь, мне кажется, просто каждый для себя должен это решить. Ну, каждый должен думать о себе, и тогда всем, наверное, будет хорошо. Техника, как она была, техника безопасности. Вот, одевать перчатки. Так же, вот, не контактировать в магазинах кругом, вот, на расстоянии. Продолжать не просто так, что это, а, не будем, мол, это делать. Так же маски обязательно, вот. Ну, и обрабатывать тоже дома, как бы, вот, после прогулки к животным. И так вот, ну, стараться не собираться огромными компаниями. Вакцинация. Вакцинируйтесь, носите маски, перчатки. Мне кажется, в дисциплине самих жителей, потому что я заметила, вообще маски не носят. У нас, например, на работе не носят маски и в общественных местах. Я считаю, что это необходимо совершенно меры. Ну, запрещать концерты, я думаю, это не обязательно, если социальное расстояние, есть и маски. Ну, за исключением таких массовых, как вот рок-концерты, когда там невозможно соблюдать социальное расстояние. Прививаться, носить маски. Я уже привита два раза.